В Запорожской области из-за войны и временной оккупации тысячи людей остались без работы. Для многих жителей Бердянска, Кирилловки или Приморска курортный сезон был основным источником дохода. Как теперь выживают без отдыхающих? И какая ситуация на популярных курортах Азовского побережья? Смотрите далее. Еще в прошлом году на побережье Азовского моря негде было яблоко упасть в сезон. В Кирилловку, Бердянск или Приморск приезжали тысячи людей. Теперь вместо толп туристов пустые пляжи и закрытые базы отдыха. Желающих поплавать или позагорать в оккупации нет. Там россияне и эти ДНРовцы, так называемые, ЛНРовцы, просто кошмарят людей. Дмитрий, владелец одной из баз отдыха на побережье Азовского моря, говорит, на этот курортный сезон как раз планировал построить большой бассейн, чтобы медузы не портили людям отдых. Впрочем, все планы на лето разрушила война. Сейчас Дмитрий волонтерит в Запорожье, а его база закрытая разграблена. Разбили окна, вскрыли дверь. Сняли плазменные телевизоры. Но не так сильно, как это на некоторых базах. Базы в основном государственные забирают. Селят, все вывозят оттуда, выносят. Население заставляют работать. Кто очень патриотически настроен, тех похищают. Дмитрий рассказывает, из села, где находится его база отдыха, многие люди эвакуировались. Те, кто остался, страдают от беспредела оккупантов. Отдыхающих нет. Ведь гарантировать безопасность там невозможно, говорит руководитель отдела туризма областной военной администрации. Никто не может гарантировать санитарные условия, это отравление и все другое. То есть, это первое. Потом, у нас боевые действия, заминировано побережье и так далее. Несмотря на всю опасность для людей, оккупационные войска давят на владельцев баз и заставляют их открываться. Азовское побережье – это большая часть туристического сбора. Если считать Валовым, то есть такие расчеты, что отрасль зарабатывала в год приблизительно 20 миллиардов гривен. И плюс охватывает 110 приблизительно тысяч рабочих мест. Люди же говорят, из-за войны в этом году вообще не планируют отдых. Но по морю скучают и мечтают о времени, когда смогут туда попасть. С такой обстановкой нет настроения даже на отпуск. Я с детства прожил в Бердянске, без моря не могу уже. Я думаю, мы еще поедем и в Приморск, и в Бердянск, и в Кирилловку. Все будет хорошо. Победа будет за нами.